На что сегодня нужно рассчитывать ополчению для того, чтобы, по крайней мере, иметь определенные перспективы успеха военной кампании против нацгвардии, против украинской армии? Три плюс один. Первое. Поднятие уровня компетентности руководства. Ввиду того, что захват зданий раньше был, разоружение милиции, демонстрации остались в прошлом, то и компетенция руководства должна также быть на новом этапе. Сегодня этап такой, что применяется артиллерия, применяется авиация. Компетентность руководства должна вырасти многократно. Раз. Второе. Без отлаженных каналов по отмобилизованию человеческих ресурсов людей и поставки, получения вооружений и боеприпасов, говорить не о чем. Вообще. Приведу вам пример с Афганистаном. Я не застал то время, когда на блокпосты офицеры, но они рассказывали, ездили в фуражках, в расстегнутых гимнастерках, пистолетом ПМ, ну или с автоматом. В Уазике. Как на Сафари. Как только США стали снабжать духов не просто гранатометами, а системами противотанковой борьбы, зенитными установками, ПЗРК, переносными зенитно-ракетными комплексами, минами дистанционного срабатывания, автоматическими минометами, туда, куда раньше ездили 4 человека на Уазике, покуривая сигаретку, нужно было пробиваться колонной в 15 боевых машин. Это то же самое касается и ополчения. Им, даже если они будут чрезвычайно смелы, им нечем, нечего протестать. Раньше была борьба какая? Были с этой стороны какие-то там люди, вооруженные калашниками, и с той стороны люди, вооруженные калашниками. А с этой стороны уже авиация и бронегруппы. А с той стороны ничего. Третье. Нанесение противнику неприемлемого урона. По военной науке неприемлемый урон считается урон на порядок, превышающий урон, с которым все смирились. Сегодня урон, с которым все смирились, это 100 человек. Это украинская армия. Да. Ну или наоборот ополчению. Мы сейчас не в том говорим. Мы говорим о правилах ведения боевых действий, которые различаются, только может быть, состоянием боевого духа. А так они всегда и для всех. Это есть военная наука по этому. Неприемлемый урон на порядок больше, чем те, к которым в сторону привыкли. Сегодня урон стандартный, к которому привыклись, является 100 человек. Неприемлемый урон – 1000. Можно чуть-чуть двигаться. Три вещи, которые я вам сказал. Одна из которых, если случится любая одна из этих трех, ситуация заморозится. Если случится две из трех, то ополчение устоит. А если случится три из трех, то оно победит. И существует еще, как говорит мой соавтор и товарищ Роман, четвертая вещь существует, которая называется чудо. Вот условия, при которых ополчение может отстоять и победить. Все остальное оставьте для интернета информационной войны. Очень важно сказать, когда я говорю, чтобы меня правильно поняли, потому что большинство людей, которые смотрят эти эфиры, они гражданские. Когда я говорю о повышении уровня компетентности, я не имею в виду никакого конкретно руководителя подразделения, операции, министра обороны ДНР, ЛНР. Я не имею в виду их, я говорю о повышении уровня компетентности всего блока руководителей. То есть приход людей, которые уже больше матерые управленцы, а не романтические революционеры. Все-таки население, мужская часть, активная часть, насколько она ощущает вот эту необходимость и готова практически участвовать в боевых действиях, по-вашему ощущению? Сегодня в боевых действиях участвуют не более, даже так, не только в боевых, а вообще в активности, в какой-то фазе, которая готова, может они не участвуют, но они если чего пойдут, не более полпроцента мужского населения. Мужского, значит из всего населения это 15 сотых процентов. Сегодня с той стороны тоже немногие рвутся, как вы заметили, да? Да. Вот, но нужно говорить, обманывать себя, понимать, что получишь поражение, даже не поймешь когда, во сколько и как так быстро случилось. А вот увеличение численности готовых отстаивать, ну, с оружием в руках, на порядке, это изменит ситуацию сильно, вот в пользу ополченцам, или это не сыграет ничего? Это приведет, чтобы это случилось, это сыграет главную, окончательную, бесповоротную роль. Но чтобы это случилось, нужно повышение компетентности руководства, каналы, по которым могут быть получены средства ведения войны и нанесения урона противнику. То есть, когда у ополченцев будет успех, это сразу мобилизует по отношению к ним новых добровольцев. Нет успеха? Нет добровольцев. А поражение мобилизирует, например, поражение, которое в Донецком аэропорту получили? Когда я говорю, что нет успеха, нет добровольцев, то я говорю, что если нет успеха, то ручеек добровольцев десятки человек. Когда есть успех, река добровольцев тысячи человек. Потому что добровольцы видят, что есть компетентное руководство, есть с чем воевать и то, что можно победить. А вот из трех компонентов успеха вы можете какую-то приоритет поставить или в стартовую позицию с чего должно начаться? Практически начиная с сегодняшнего дня. Нет, на войне все бывает. Соселение, оружие. Завтра может быть все что угодно случится и это всю ситуацию либо замораживает, либо разворачивает в другую сторону. Но в любом случае эти три составляющих, все что может случиться это внутри этих трех составляющих. То есть для успеха получаться эти три составляющих должны синхронно нарастить? Хоть одна любая хотя бы, хоть одна, потом вторая, потом третья, как угодно. А сколько на ваш взгляд может продлиться вот эта карательная операция хунты против Донбасса? И от каких внешних и внутренних факторов это зависит? Продлиться она, она будет продлеваться до того, пока не будет уничтожено сопротивление и восстановлена киевская власть на местах. А на сколько они успешно противостоят украинской армии? Ну если вся украинская армия стянута на территорию Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей, а им противостоят в очагах сотни бойцов, наверное успешно, достаточно успешно. Дальше что, вот вопрос. Смотрите, вы говорите, что ополченцы достаточно успешно противостоят вот этой атаке украинской армии. Как вы считаете, на что ставит Киев в этой ситуации? Они же сидят, допустим, планируют, на что-то рассчитывают, когда они производят интенсификацию антитеррористической операции так называемой? Они рассчитывают прежде всего на то, что они блокируют ополченцев, лишают их возможности получать оружие, снаряжение, боеприпасы. Они собирают данные о местности, о возможностях. Они планируют операции и собирают бронегруппы, с помощью которых в один наступивший момент будет дана команда вперед. И может случиться так, что ополчение будет раздавлено огнем в течение двух часов. А бронегруппа это что-то? Бронегруппа это некоторое количество боевой техники, состоящая из разных типов боевых машин. В бронегруппу могут входить танки, БТРы, бронетанпортеры, зенитные установки, автоматические минометы, зенитные установки. Все в одной группе, потому что у разной машины своя задача. Одни для пехоты, одни для противоукреплений, одни для большей огневой мощи. Проблема на сегодня для них в том, что пока еще не передний тот путь, когда бронегруппа должна зайти в город. Но к этому все идет.